Всем привет! С вами Вадим Выборнов и программа «Такие дела». Давайте узнаем самые интересные новости. Жуй да игрался в креатив. Скандал вокруг ресторана резко ожил и заиграл яркими красками, когда депутат Александр Хиштейн потребовал наказания владельца ресторана «Жуй». Название заведения жителям Самары показалось похабным. Вывеска ресторана намекает на нецензурное слово и возмутила Хиштейна, который указал на то, что ежедневно ее видят дети. История со смещением в названии японского ресторана «Жуй» букву «Ж» и «Х» началась в середине февраля и носила по большей части юмористический характер. Фото-вывески активно расходились в социальных сетях и стали источником для массы мемов. Срочно переделываем букву «Ж» в более «Ж» подобную. Плацкарт — это страшно. Московский художник Евгений Астахов опубликовал прототип игры «Train», сделанной на Unreal Engine 5. Его события развиваются в типичном российском поезде. По словам автора, он хотел запечатлеть уникальную жуткую атмосферу. Получилось и правда страшновато. Герой исследует старый поезд, который с каждым проходящим вагоном становится все более жутким и мрачным. Если ездить в плацкарте просто страшно, то в этом вагоне творится чертовщина, от которой у вас пойдут мурашки по спине. То фигура в тамбурной двери померещится, то стены коридора будто кровью окрасят, то под ногами человеческие кости захрустят. Разворот на 360. Один пилот британской авиакомпании сделал крюк над океаном, чтобы показать северное сияние пассажирам на борту. Он отклонился от курса, чтобы дать им возможность насладиться красотой природного явления. Также на полпути в салоне погас свет, чтобы пассажиры лучше рассмотрели северное сияние и сделали фотографии. Теперь пользователи сети благодарят доброго летчика и делятся завораживающими кадрами ночного неба. Кстати, новая магнитная буря настолько мощная, что северное сияние добирается до Петербурга, Москвы и других регионов на южных широтах. Так что возможность увидеть такое природное явление есть и у вас. Колумбийский суд провел заседание в метавселенной. Экспериментальное слушание было посвящено дорожному спору и продлилось два часа. Участники присутствовали в виртуальном здании в виде аватаров, а судья был одет в мантию. Виртуальная реальность оказалась более реалистичной, чем видеозаписи. Трансляция велась на YouTube. Не считая небольших искажений движения аватаров, никаких проблем замечено не было. Эксперты считают, что использование метавселенной может быть особенно полезно, например, в случаях серьезных конфликтов, когда участники могут обсудить дело, не видя друг друга физически. А отсидеть можно будет в метавселенной? Ну а на этом все. С вами были такие дела. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok